Сохранить основной состав такая задача стояла перед руководством крыльев советов на этой межсезонье. Цель была выполнена. Лидеры команды переподписали свои контракты и будут продолжать защищать цвета Самарского клуба. Новые соглашения на выгодных для команды и игроков условиях подписали Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Владислав Сорвели, Юрий Горшков, Роман Ежов, Дмитрий Кабутов и Денис Якуба. С лучшим бомбардиром нашей команды Иваном Сергеевым клуб продлил действующее соглашение на три года. На этот же срок контракт с клубом перезаключил и главный тренер Игорь Осенькин. Под его руководством крылья вернулись в элиту российского футбола, набрав в первенстве России 100 очков и забив 100 голов, а также дошли до финала Кубка России. Можно сказать, что самую главную задачу мы решили на это трансферное окно, сохранили всех наших лидеров, а теперь будем точечно усиляться, особенно усилять те позиции, которые того требуют. Но без потерь все же не обошлось. Команду покинул Владимир Полуяхтов, он выступал за крылья с 2018 года. Футболист провел за самарскую команду 71 матч и отметился двумя забитыми мячами. В минувшем сезоне Полуяхтов нес большой вклад в результат команды, являясь одним из лидеров коллектива. А вот следующую задачу – укрепиться в середине таблицы и избежать вылета из премьер-лиги – теперь решать без него. Зато команде присоединился Данил Липовой, перешедший из «Динамо», первые шаги в футболе игрок делал именно на самарской земле, а также Дмитрий Иванесения из «Луганской зари». Сейчас крылья советов проводят тренировочные сборы в Сербии, где команда провела пять контрольных игр. Волжане дважды обыграли местный клуб «Роднички» 3-0 и 4-1, разгромили «Спартак» из «Субботицы» 5-0, переиграли 3-1 «Пролетер». Уступили крылья лишь чемпиону в Черногории, будочности 2-3. В этих матчах тренерский штаб попробовал несколько разных вариантов состава. У нас состав действительно подвергался большой ротации, но мы говорили о том, что сейчас футбол двигается в сторону универсализма, и многим футболистам надо играть на разных позициях, особенно на смежных. Команда продолжит тренировочный процесс на сборе в Сербии до 9 июля. Перед началом нового сезона крыльцоветов сыграют еще два контрольных матча с «Уралом». 11 июля в Екатеринбурге, 18 июля в Самаре. А уже затем волжане откроют чемпионат России по футболу домашним матчем с «Ахматом» 25 июля. Андрей Горгуленко, События.